Так что же мы делаем в Анапе? Всего четыре причины. Причина первая. У нас не медовый месяц, ребят, не путайте. У нас, так сказать, причина появилась такая, что мои родители ни разу не были на море, и в этом году мы их подвели к этому. И, так сказать, у нас так сложились обстоятельства, что у нас получилось поехать на море прямо после нашей свадьбы с Виктором. И сейчас, в данный момент, они наслаждаются, так сказать, атмосферой праздника, моря и всего вот такого вот интересного. Также у нас здесь жара, очень достаточно хорошая погода, приятная жарка, тепло. Что еще нужно? Море под боком. Ну и, пожалуй, это самая первая причина, по которой мы приехали в Анапу на море. Причина номер два. Весь курортный воздух, в котором мы сейчас находимся, поднимает огромный потенциал для творчества, также для настроения, чтобы в дальнейшем делать видео так же, чтобы создавать бизнес, как мы сейчас приедем. Да, пока что мы сейчас здесь были. У нас в Пателиво появилось в открытии магазина очень много интересных еще фишек, которые мы планируем от него сделать. Также нам нужно было вот это вот передых, чтобы отдохнуть, потому что весь год после Абхазии мы очень много трудились, очень было много планов, соответственно, в подготовке к этой свадьбе. Очень много сил отняло, и поэтому нам нужен был этот передых, чтобы, соответственно, отдохнуть и с новыми силами начать работать дальше. Третья причина. Она больше относится к кому-нибудь, конечно же. Так как подготовка к свадьбе, какая бы она ни была маленькая или большая, отнимает много сил, времени и нервов, вот это тоже можно сказать, то я очень устала от бытовухи, захотелось просто расслабиться, отдохнуть, просыпаться рано утром, идти в ближайшую кафешку, столовую, покушать и идти так же отдыхать. То есть нет никаких вопросов по тому, кто будет мыть посуду, кто приготовит на завтрак, на обед и ужин и тому подобное. И вообще просто для меня это рай. Сейчас я отдыхаю, то есть наслаждаюсь в море, но это прям просто для меня что-то такое нереальное, наверное. Пожалуй, это третья причина. Также третьей причиной является это наличие хороших, вкусных, сладких, ароматных овощей и фруктов, которых мы хотели уже на это целый год. И вот наконец-то и дорвались. Вот первое как раз мы, видите, купили ежевички. Сейчас будем ее кушать. И забыла сказать самое главное. Перед каждым употреблением пищи, пожалуйста, мойте фрукты, овощи с водой тщательно. И, соответственно, руки первым делом, так сказать. Теперь пробуем. А потом пробуем. Вкусно. Очень вкусно. А вам не дадим. Четвертая причина, почему мы сейчас находимся в Анапе. Я хочу в 2019 году переехать жить на юг России. Я выбираю между такими городами, как Сочи, Геленджик, Анапа, Новороссийск. Мы приехали в первый город Анапа. Мы здесь были уже в 2014 году, отдыхали. Город нам понравился. Но сейчас мы хотели пройтись уже посмотреть, где живут местные. То есть, соответственно, строительство всех этих домов, которые там, я не знаю, какие-то будет не видно. Мы, может, пройдемся по этим всем районам, вам покажем. Скорее всего, так и сделаем. И, соответственно, выбираем именно ста для проживания в будущем. Почему именно юг России? Я уже, как говорил, во второй причине. Это природа, климат. Это, соответственно, развитие курорта. Оно намного более развито, чем, к примеру, наши города Подмосковья, скажем, Орехово-Зуево-Каширо. То есть, здесь есть, где детям повеселиться, есть куда сходить, есть чем позаниматься. То есть, у нас в Орехово-Зуево-Кашире этим нечем заняться вообще. Да, если кому-то куда-то отдать ребенка, и не более. Что еще? Также надоело все сенцовые облака, соответственно, головами над нашими. Надоело весь из-за гажины климат в Москве и Московской области. И также то, что строятся мусоросжигательные, мусорообрабатывающие заводы в Московской области, тоже не способствуют дальнейшему проживанию там. То есть, в 2019-2020 годах собирается построиться несколько заводов. И, соответственно, к этому времени мы уже хотим принять решение о переезде на юг России. Такие вот новости. Подскажите, какие города? Да, может быть, стоило бы еще посмотреть, к примеру, Астрахань, к примеру, может быть, даже Водикавказ. То есть, какие города вы посещали и какие для жизни вам показались, может быть, даже лучше. Всех благодарю за просмотр данного видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И, соответственно, переключайтесь. Да, кстати, всех благодарю за все комментарии. И также извиняюсь за то, что я не ответил на них. По причине того, что очень много работал, не было времени вообще даже, по сути, даже в контакты, в одноклассники зайти. Перед всеми извиняюсь за то, что не ответил. После этого видео начну уже отвечать на все ваши комментарии, на все ваши вопросы. Вот. Ну, а мы пойдем снимать Шторм. Шторм на море. 29.07.2017. Город Анапа. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok